Приветствуем вас на канале Екатинбокс Торис. Я Алексей Богнер. Я Евгений Бурденков и мы сегодня поговорим о первом Средовском небоскребе. Сейчас мы находимся около здания по улице 8 марта номер 2. Когда-то, когда эта улица носила имя Льва Троцкого, а самыми высокими в городе зданиями были колокольни церквей, здесь началось строительство первого высотного жилого здания. Каков же был план советских строителей? С чего все началось? Началось все с того, что 3 ноября 1923 года Екатеринбург, еще Екатеринбург, становится столицей огромной большой Уральской области. Это предполагало, что в Екатеринбурге будут огромные областные советские учреждения. О том, что здесь будет жить будущая элита Уральской области, для них нужно будут специальные жилищные комплексы строить. И в итоге в Екатеринбург, а уже после 24-го города Свердловск, стали притекать огромные финансовые ресурсы. Сюда стали приезжать специалисты, архитекторы, техники, строители для того, чтобы строить потрясающие здания. И в итоге в 20-е, 30-е годы появились такие здания, как дом обороны, как центральная гостиница, как управление железной дороги. Но и венцом всего этого можно сказать строительство в конце 20-х, начало 30-х годов дома чекистов, перед которым мы стоим. Это огромное, высокое 11-этажное здание, на тот момент самое высокое здание не только Екатеринбурга, Свердловска, но и Урала. Вот. Такие здания, по большому счету, можно было строить лишь только в центральной части в Москве. А почему вообще понадобилось строить высотное здание, тем более для сотрудников главного политического управления? Был ли какой-то особый специальный замысел? Или, может быть, это был просто чекистский понт? Ну, конечно же, это был вопрос престижа. Главное, политическое управление должно иметь такое потрясающе красивое здание в центре Свердловска. Но, с другой стороны, это было отображение новой идеологии, нового архитектурного стиля молодой советской республики. Разрабатывался план «Большой Свердловск», где центр города должны были окружить небольшие соцгородки и большие соцгородки при промышленных предприятиях. Но по этому плану реконструировался также и центр города Свердловска. Должны были построены быть новые здания. Новые здания в новом архитектурном стиле. И архитектурной доминантой этот центр должен был стать 11-этажный дом чекиста. Что еще здесь можно отметить? Дело в том, что сейчас это здание не такое высокое, как кажется, потому что, ну, понятно, что новые современные здания гораздо выше его. Но на тот момент она была действительно архитектурной доминантой. Она просматривалась с улицы 8 марта. Также сейчас можно хорошо ее просмотреть с переулка химиков. За счет этого она выделялась с застройки городского пруда и практически с его центра. Это здание было видно практически отовсюду. Еще интересно отметить еще один момент. Дело в том, что здесь рядышком находился раньше кафедральный собор, который был архитектурной доминантой еще дореволюционного Екатеринбурга. В 1929 году его сносят. И это здание будет построено буквально в ближайшие года и передаст практически эстафету главных высоких зданий города Екатеринбурга, уже Свердловска. Евгений, а сейчас расскажи нам, как и когда началось строительство этого замечательного здания? В 1928 году ГПУ обратилась в Институт Урал-Гипромес для того, чтобы сотрудники, инженеры и архитекторы разработали рабочий проект для жилого комплекса ГПУ. На пламенный призыв откликнулись два архитектора – Иван Павлович Антонов и Вениамин Дмитриевич Соколов. К 1929 году часть комплекса была построена. В первую очередь входила разноэтажная с четвертого по шести этажей Г-образный комплекс. Чуть позже проект немножко переработали, и он получил уже П-образное оформление, плюс с южной стороны был пристроен высокое 11-этажное здание. Евгений, а почему все же чекисты покинули этот уютный уголок? Все дело в том, что когда это здание достроили в 1932 году, стал возводиться еще один потрясающий красивый комплекс, нам более известен, как городок чекистов. Он строился все 30-е годы, но первые здания были уже тогда построены, и поэтому чекисты высокого ранга переехали в этот комплекс. Дом с этого момента стал называться «Второй дом советов», и прежде всего он подразумевал, что здесь будет проживать элита партии, обкума, и в итоге так в действительности получилось. То есть, так скажем, люди категории VIP, они здесь проживали. Самое интересное, что здание, в конце концов, когда оно было полностью достроено, получило интересное очертание, оно выглядело как в форме серпа. Сейчас время рассказать о том, что же представлял «Второй дом советов» в архитектурном плане. Ну, прежде всего, это неоднородный такой у нас памятник, большой жилой комплекс, и представляет собой интересный образчик соединения двух архитектурных стилей – неоклассики и советской авангарды конструктивизма. Прежде всего, можно выделить две части. Это такой большой четырехэтажный комплекс с полузамкнутым двором, а также высотная доминанта – 11-этажная высотная часть. В отличие от скетичного 11-этажного плука, четырехэтажное здание выделялось богатой декорировкой фасадов. Здесь можно выделить разноформатные окна, трехгранные и полукруглые эркеры, консольные балконы, рельефное оформление гранитной плитной цокольного этажа. Но больше всего мне, например, нравится – это угловые подъезды, которые украшены большими колоннами из черного лабораторита. А сейчас мы поговорим об одинстажном блоке. В народе о нем говорили как о новой Вавилонской башне. Почему? Да просто это здание было архитектурной доминантой не только всего этого жилого комплекса, но и целого микрорайона. Всем архитектурным обликом это здание должно было напоминать мощь силового ведомства. В этом ему помогал, конечно же, высотный объем, уникальный силуэт с боковыми балконами на верхних этажах. Сейчас они снесены. Брутальное оформление цокольного этажа гранитными плитами, а также высокая арка подъезда. Важно отметить, что жильцы, которые проживали в этих комнатах, обладали всеми удобствами. Это были прежде всего детский сад, это был кинозал, тир, парикмахерская, столовая и прачечная. Также важно отметить, что в высотном здании располагались 4- и 5-комнатные квартиры. В отличие от 4-этажного здания, где располагались 3- и 6-комнатные квартиры. Центром 2-го дома советов являлся вот этот уникальный двор, который с улицы 8 марта был ограничен кованой оградой. В центре этого двора располагался фонтан. Ну и, конечно же, весь этот комплекс, как и этот двор, охранялся сотрудниками НКВД. В одном из помещений на улице Володарского сотрудники НКВД содержали служебных собак. Сейчас мы находимся уже внутри 11-этажного здания. И я бы хотел спросить, Женя, а было ли что-то новаторское в архитектуре и внутри этого здания? Чем-то он отличался в выгодную или в худшую сторону от современных ему зданий или зданий более старой постройки? Ну, новаторство, прежде всего, высотность этого здания. 11 этажей все-таки до войны выше этого здания в городе Садовске не было построено. Это первое. Во-вторых, это первое живое здание с лифтами. Важно отметить, что самые первые лифты появились в центральной гостинице все-таки. Третий дом построен без подъемного крана. Для этого использовался особый шахтный подъемник. Помимо этого, важно отметить, что дом отличался от других зданий особым уровнем комфорта. Все подъезды были оформлены большими деревянными дубовыми дверями, двухстворчатыми, с медными накладками и хорошими большими ручками. Вот мы сейчас стоим на металлазской плитке, которой были оформлены все лестничные площадки, а также мраморные ступени лестничных пролетов второго дома советов. На каждой лестничной площадке находилось по две квартиры, которые вели тоже красивые двухстворчатые двери. А достоверна ли информация о том, что у жителей этого элитного дома даже не было собственной мебели? Да, в действительности изначально интерьер каждой квартиры оформлялся по особому каталогу типовой мебели для домов особого назначения Союза Советских Социалистических Республик. Она вся выдавалась в аренду и за нее платили какую-то арендную плату. Также важно отметить, что дом в бытовом отношении обслуживали еще несколько категорий, так скажем, обслуги. Это были, прежде всего, кочегары, два кочегара. Это были полотеры, это были трубочисты, это, конечно же, лифтер, уборщица и несколько дворников. То, что в этом доме жил первый президент России Борис Николаевич Ельцин, знает, наверное, каждый екатеринбуржец. А о том, что здесь жил первый секретарь областного комитета партии Иван Кабаков, наверное, знают уже не так многие. Ходили слухи, что здесь проживали Фидель Кастро, Юрий Гагарин и другие не менее интересные лица. Правда ли это, Евгений? Скажи, кто и когда проживал в этом знаменитом доме? Ну, в действительности, если говорить о Иване Дмитриевиче Кабакове, то он в действительности проживал в этом комплексе. И самое интересное, что он прожил здесь большую часть своей жизни в городе Свердловске. Именно отсюда в 1937 году его забрали, и он был впоследствии репрессирован. Вообще не имеет никакого смысла перечислять всех тех, кто здесь проживал. Здесь проживала элита всего города, первые секретари горкома, обкома и так далее. Ну, вот один из таких интересных случаев, из воспоминаний проживающих здесь жителей, в годы войны можно здесь на лестничной площадке было встретить Юрия Борисовича Левита, например. В годы Великой Тяческой войны во дворе второго дома советов располагались огороды. Мало того, некоторые жильцы умудрялись в своих квартирах разводить небольшую живность. Здесь он такой очень смешной случай, когда первый секретарь Свердловского обкома вышел погулять, и, проходя мимо многоэтажного здания, неожиданно услышал хрюканье. Когда он поднял свое лицо, чтобы посмотреть, откуда произносится этот звук, был бомбардирован свиными фекалиями. Но неизвестна эта история, правда ли вымысел, это такая местная легенда. Евгений, а что же за страшная история связана с призраком царевны и цареубийцей, которая якобы происходила здесь, во втором доме советов? Да, вернемся в 1948 год. Важно отметить, что напротив второго дома советов находился здание «Дом старых большевиков», где проживали так называемые старые большевики. Так вот, в этом доме проживал известный Петр Захаревич Ермаков. Чем он известен? Он участвовал в расстреле царской семьи. Так вот, что с ним происходило в тот момент, сказать сложно. Он прогуливался вдоль своего дома. Неожиданно к зданию второго дома советов подъехал автомобиль генерала Министерства государственной безопасности Суханова. В нем приехала жена, машиной руководил водитель. Но Петр Захаревич Ермаков по непонятным для нас причинам начал, открыл огонь на поражение. Потом в следственном деле можно было прочитать о том, что он узнал вроде бы наследника царя Николая II, наследницу, дочь, может быть, Анастасии или еще какую-то. И в итоге решил ее убить. Что с ним было, нам совершенно непонятно, но это дело постарались замять. Его отправили на принудительное лечение в клинику. Ну, надеюсь, никто не пострадал в этом эпизоде? Да, в этом эпизоде пострадал водитель. Он был ранен, водитель этого автомобиля, а с женой ничего не произошло. Жена Суханова осталась в полном порядке. А что случилось с Ермаковым дальше? Ермаков умер через несколько лет после этих событий. Во втором доме Советов в 1970-е годы жил будущий президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Но он нам больше известен как первый секретарь Свердловского обкома, а также Свердловский строитель с большим опытом. Наверное, проживая в этом здании, в этом жилом комплексе, который называется первым Свердловским небоскребом, он и задумал строительство еще одного, но уже последнего Свердловского небоскреба. Это здание Свердловского обкома, которое находится буквально здесь недалеко. В действительности, до начала 21 веков, это было самое высокое здание города Свердловска Екатеринбурга. Наверное, высотное строительство навеяло, когда он писал свою дипломную работу о строительстве телевизионной башни. Сегодня мы поговорили об истории первого Свердловского небоскреба. Побывали внутри этого здания, поговорили о первых жителях его. Если вы хотите узнать что-то новое и необычное об истории нашего города, пишите об этом в комментариях. С вами был Евгений Бурденков. Я Алексей Богнер. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч на Екатеринбург-Сторис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Екатеринбург-Сторис.